И еще один персонаж вроде бы уже давно покинул касту неподвластных закону, да из Украины тоже давно уехал, но вот его сомнительные схемы действовали до сих пор. Так, по крайней мере, заявляют правоохранители. Больше сотни обысков одновременно провели в помещениях, которые принадлежат экс-главе Минздоха, Александру Клименко. В том числе и в одном из самых больших офисных центров Киева, Гулливере. Клименко принадлежат несколько этажей в этой офисной башне, и на одном из них расположена редакция медиахолдинга Вести, которым владеет экс-министр. Обыски в Гулливере напоминали полномасштабную военную операцию с людьми в камуфляже и бронетехникой, остановившие движения на соседних улицах. Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который стал основным спикером по этой теме сегодня, заявил, что правоохранители обнаружили даже секретный офис с документацией компании Клименко. Матиос отчитался, что одного только имущества группировки Януковича-Клименко заблокировали на сумму в 12 миллиардов долларов. В протяжении 2011-2013 года экс-министр доходов и сборов Клименко создавал ряд офшоров на Британских и Биргинских островах, Кипре, Лихтенштейне, власником, кинцевым власником которых был отец Клименко. С 2011 года по 2014 год, по сечень 2014 года, вкрадені в держави деньги в сумму понад 788 миллионов долларов. Это почти миллиард долларов, когда была активная фаза Революции Гидности. Были перерахованы офшорными компаниями Клименко, про которые я сказал выше, на рахунки группы компаний Юнисон. Юнисон – это материнская компания семьи Климентов, его брата Антона, а также батька и самого Климента. На рахунки компании группы Юнисон, медиафолдингу ВЕСТИ и двух компаний с управлением активами, власниками которых была родина Климентов и которые обслуговывали полностью семью Януковича. Субтитры создавал DimaTorzok